Теперь давайте посмотрим на отчет о движении денежных средств. Отчет о движении денежных средств представляет собой ведомость, которая суммирует размер денежных средств, поступающих на счета или списанные с них финансы в течение определенного периода времени. Для начала необходимо определить операционный поток денежных средств. Он представляет собой сумму денег, поступающих в компанию или покидающих ее в зависимости от деловой активности. Этот раздел начинается с чистой прибыли компании. Учитываются неденежные расходы из отчета о прибыли компании, например, амортизации. Минус любое увеличение активов, связанное с обычным функционированием предприятия, как, например, увеличение предоставляемых займов, плюс любое увеличение обязательств, связанных с обычной деятельностью предприятия. Например, увеличение объема кредиторской задолженности. Это дает нам представление об общем операционном денежном потоке. В следующем разделе отчета о движении денежных средств содержится информация об инвестиционном движении финансов. Здесь отображаются денежные потоки от инвестиционных операций. Если баланс положительный, это, как правило, означает, что компания получает наличные средства от продажи, а отрицательный, что компания тратит наличные на приобретение активов. А теперь речь пойдет о финансовом движении денежных средств. Оно представляет собой сумму денежных средств, поступающих в компанию или уходящих из нее в зависимости от ее финансовой деятельности. 1. Финансовое движение денежных средств состоит из 1. Изменение объема заемных средств в сторону увеличения или уменьшения заимствований. В данном случае увеличение означает принятие дополнительного долга, а уменьшение представляет собой его уплату. С увеличением долга у компании появляется больше средств, а с его уменьшением становится меньше. 2. Выпуск акций, которые представляют собой увеличение объема денежных средств в зависимости от роста акционерного капитала компании. 3. Дивиденды, которые представляют собой распределение доходов, полученных акционерами компании. Суммирование этих трех статей дает нам общее финансовое движение денежных средств предприятия. 4. Возвращаясь к суммированию трех разделов отчета о движении денежных средств, операционного потока денежных средств, общего инвестиционного потока денежных средств и общего финансового потока денежных средств, мы получаем общее изменение денежных средств предприятия за определенный период времени. Отчет о движении денежных средств полезен, поскольку помогает нам полностью понять движение денежных средств компании в течение определенного периода времени. Далее мы поговорим об экономике подразделений. Спасибо. Продолжение следует...